Германия 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 организуется общедоступная экспозиция вазы и ковры шахматные доски и даже модель паровоза среди экспонатов фигурировали три автомобиля чехословацкого производства самый запоминающийся из них кабриолет татра план спорт получивший на женевском автосалоне 49 года серебро в номинации элегантность от стандартного серийного татра плана 600 эта машина отличалась также разительно как лебедь от индюшки кассе же сталин и где в том поле никогда на этом авто не ездил сталин был генералиссимус руководитель высокого ранга такие важные персоны опасаются покушений а это был незащищенный открытый властные зада сталинский татра план долго эксплуатировался в одном из московских госпиталей затем перешел в частные руки некому инженеру градову 1976 году после десятилетних переговоров владелец уникальной машины согласился вернуть раритет в чехословакию в качестве компенсации он получил новейшую на тот момент модель татры не слишком ли высокой была цена обмена колик 100 и вещь айфела а сколько стоит эйфелева башня в париже колик сколько никто не знает она одна на свете якстан как установить цену не возможно алиэксена того возу с почива в том что она единственная историческая невозможно это оценить в деньгах сведет некая дубы не идет овязать пенец вторая машина подаренную сталину двухдверный открытый skoda 1101 до наших дней видимо не дожила но точно такая же хранится в заводском музее состояние идеальное автомобиль на ходу все работает ничего не сломано вот так функционирует указатель поворота семафорного типа по-чешски смирник а это хитрое приспособление утепляющий радиатор потянешь за тросик поднимется защитная шторка малолитражка с кузовом типа тудор иосифа виссарионовича не заинтересовала skoda некоторое время оставалась запаснике политехнического музея затем ее следы затерялись третий чешский автоподарок по имени аэроминор также долгое время считался утраченным пока не объявился хозяин машины которая прозябала на огороде в мордовской глубинке купите кто-нибудь машина умирает никто не верил что машина с такой историей у нас поверили поехали посмотрели она вот теперь она здесь хлопот с минором в полном смысле слова ушедшим землю было не в проворот но в данном случае овчинка стоила выделки ведь в руки реставраторов попал штучный экземпляр решетка радиатора бамперы щиток приборов элементы декора все было сделано в единственном экземпляре это не серийные машины и у нее присутствует много элементов которых в серийных машинах не было одно уникальное чехи в свободное от работы время за как на субботнике собирали эту машину еще более уникальными оказались два послания обнаруженные внутри машины одно на обратной стороне обивки двери второе на листке приклеенном внутри переднего крыла товарищу юзефу сталину в день 70-летия от чешских рабочих подарок и привет и там какого-то декабря 49 года то есть это вот такой ломаный русский язык был задавать реставраторам вопрос когда поедем не принято восстановление ретро машин дело тонкое и плохо прогнозируемые зато это хорошая школа расширяющая технический кругозор было чему поучиться потому что для нашего автопрома и вот этот минор он был прогрессивным потому что это передний привод это речное рулевое управление это были независимая подвеска всех колес тут много таких вещей которых в россии стали применять уже только через 30 40 лет сталинские подарки лишь малый эпизод в истории машин соцлагеря в ссср а вот пожалуй самый значительный ее фрагмент поставки из венгрии автобусов и карус начавшись в середине 50-х годов они продолжались до 90-х за это время сменилось несколько поколений удобных и вместительных машин ставших для советских пассажиров привычным атрибутом повседневной жизни более 140 тысяч и карусов старались компенсировать дефицит общественного транспорта одну из хронических проблем страны советов импорт автомобилей союз не особенно афишировался в кинохронике но ведь еще существуют художественные фильмы венгерский чепель засветился в молодежной кинодраме таежный десант не слышал что ли ничего понимаешь сигналю поглох что ли немало таких техничек трудилась на стройках коммунизма поступали они и в городские ремонтные службы еще один чепель молочная цистерна с надписью чернила ролан быков режиссер фильма у семи нянек слыл известным шутником принимается кинокартина премия я предложение внес пока герой спорили о законности выплаты материального поощрения венгерская дутро выясняла отношения со здоровенным белазом конфликт закончился буксировкой белаза на тросе быть может это некая философская аллегория но для нас ценные редкие кадры самосвала думпера трудившегося в частности на прокладке московского метро кадры из маленькой веры польский микроавтобус жук в милицейской раскраске разгоняет агрессивных тинейджеров в основном жуки а также их ближайшие родственницы нысы работали на доставке мелких партий товаров или перевозили по десятку пассажиров больше жуки и нысы использовались гораздо шире на их базе строились грузовички пикапы и разнообразные спецмашины социалистические микроавтобусы помогали нашим кинематографистам имитировать зарубежную жизнь мы соучаствовали в разгадке тайны мадам вонт а также в приключениях электроника мечтающего превратиться из робота в обычного мальчишку жадные люди захватили власть в нашем городе когда же электроник осознал что связался с грабителями уйти от погони ему помог польский стар эти полноприводные грузовики служили ремонтными летучками труднодоступной местности еще одно знаменитое кино его хэппи энд обеспечил самосвал шкода 706 ртс выхвативший из алчных рук олигархов наивного ихтиандра героя фильма человек-амфибия а эти кадры известны любому россиянину преследуя борца за справедливость шурика трус бывалый и балбес проникли в недра рефрижератора откуда под шумок попытались умыкнуть баранью тушу по горным серпантинам автопоезд тащил чехословацкий тягач шкода 706 рт головастые грузовики с полуприцепами орличан и алка перевозили по просторам союза мясо и рыбу овощи и молочные продукты водители наслаждались мощностью 210 сильного дизеля и комфортом огромной кабины до конца 90-х годов такие машины служили нашим шофером верой и правдой отдельные экземпляры и поныне тянут лямку на российских магистралях автобусы марки шкода работали в ссср по медицинской части передвижные стоматологические кабинеты колесили по стране избавляя население от кариеса парадонтоза и по возможности решая проблему неправильного прикуса в таких же автобусах с надписью флюорографическая установка работали выездные бригады рентгенологов очень распространенные во времена развитого социализма машины с клеймом сделано в чсср были исключительно популярны в советском союзе татра 111 лучший грузовик германского вермахта продолжавший преданно служить странам восточного блока в ссср таких машин было поставлено более 8000 12 цилиндровый дизель независимая подвеска колес блокируемые дифференциалы и прочнейший хребет трубчатой рамы все это сделало 111 незаменимым транспортным средством для колымы и других столь же приветливых районов ссср конце 50-х годов эстафетную палочку подхватила следующий модель татры с индексом 138 полноприводный грузовик грузоподъемностью 12 тонн воспринимался водителями как легковой автомобиль эргономичные органы управления мощный усилитель руля и подключаемый кнопкой передний мост ничего подобного у советских машин аналогичного класса не было после глубокой модернизации машина получила индекс 148 а ее грузоподъемность поднялась до 16 тонн тысячи таких тяжеловозов трудились на строительстве бама прокладки сибирских нефтепроводов освоение крайнего севера главным козырем татры была воздушная система охлаждения двигателя на зилах мазах и уралах перед зимней ночевкой приходилось сливать воду из мотора а утром заливать снова водитель татры просто глушил мотор и ложился спать на широченном сидении диване согреваясь автономным отопителем ближайшим советским аналогом татры был крас кто круче украинец или чех этот принципиальный спор нашел отражение в кинофильме трасса вообще-то автодверь случилась из-за дамы но в качестве оружия были выбраны самосвалы поединок прервал инспектор гаи так что вопрос лидерства остался открытым вы где на гоночной площадке что ли находитесь легковые татры были представлены в союзе гораздо скромнее татра 603 не походила ни на один автомобиль в мире заднемоторная машина высшего класса это нонсенс а тут еще вдобавок такой яркий дизайн вызывавший восхищение даже у сотрудников научного автомобильного и автомоторного института на ми всех автомобилей со стран больше всех произвела на ее впечатление это именно эта модель она и из наружи и за и по интерьеру отличалась очень здорово и очень интересно она мне как начинающему конструктору с некоторым уклоном дизайнерским очень нравилась в том плане что она необычна от всех остальных она имела своеобразную аэродинамическую форму дальнейшим развитием темы стала татра 613 так же как ее предшественница эта машина обслуживала высокое начальство соцлагеря 613 пользовались популярностью у генералитета кгб и мвд отдельные экземпляры этих мощных и скоростных машин привлекались к оперативной работе догнать перехватить обезвредить случалось татрам выполнять и более приятные поручения в нами существовала традиция выделять для обслуживания свадеб своих сотрудников иномарки стоявшие на балансе института например инженер владимир куранов для своего праздничного кортежа выбрал бьюик и фиат конце 60-х годов это выглядело запредельной роскошью спустя уже 20 небольшим лет это такая хорошая традиция в нами когда пользоваться интересными автомобилями пришла и к моей дочери старшей она свадьбу брала татра 613 тоже очень интересный автомобиль для свадьбы во всяком случае разрешение на использование татры согласовывалось в мин автопроме но хлопоты отца невесты не пропали даром гости были поражены молодые преисполнены гордости возможно 613 стала своеобразным оберегом их семейной жизни помогла они живут до сих пор у меня еще после этого два внука появились от них так что все в порядке чешский блок фильма будет неполным без упоминания шкоды 1201 эти одутловатые грузопассажирские универсалы и фургоны нередко попадаются в кадрах кинохроники но почти всегда на втором плане все-таки удалось найти сюжет про чехословацкие машины трудившиеся в интересах коммунально-бытового обслуживания населения шкоды прикреплялись к домовым кухням и прачечным химчисткам и пунктам проката инвентаря и как богато раскрасили не иначе как перед киносъемкой в реальной жизни шкоды выглядели не так импозантно гоняли их и в хвост и в гриву не озадачиваясь косметическим ремонтом и даже элементарным латанием дыр тем приятнее было увидеть эту машину первозданном виде за что глубокий поклон заводскому музею расположенному в городе млада болеслав кузов шкоды 1201 с трудом поддается классификации дело в том что слева имеется лишь одна водительская дверь по правому борту дверей 2 и того с учетом калитки грузового отсека четыре двери так что же шкода 1201 четырехдверный универсал однако еще одно откровение бензобак расположен в моторном отсеке да бывало такое в тридцатые годы на горьковских полуторках но чтобы в просвещенные шестидесятые ведь что случись уж рванет так рванет не слишком удачные по нашему мнению и дверные ручки наверняка морозным зимним утром вызывали они у советских водителей нелестные комментарии зато каков карманной двери поместятся туда и накладные и путевые листы и талоны на горючку и даже бутерброд с пашихонским сыром габарит грузового отсека вызывают уважение шкоды семейства 1200 на целое десятилетие стало для ссср незаменимой развозной машины ничего подобного отечественная автоиндустрия не производила до появления волги универсала шкоды в значительных количествах направлялись на медицинскую службу как правило в областные районные и поселковые больницы достижения чехословацкого автопрома пропагандировались в общедоступных печатных изданиях в советском союзе можно было купить удивительный журнал назывался он чехословацкая мотор review в нем можно было прочитать про автомобили которые просто невозможно было купить нашей стране действительно грузовики шкода и татра десятками тысяч поступавшие в союз частным лицам не продавались а чешские легковушки оставались для наших автолюбителей виртуальной абстракции как вот эта лакированная шкода спартак проплывающая на фоне средневековых домиков крепостных стен и готических соборов такая заманчивая но абсолютно чуждые для советских граждан европейская жизнь наш читатель с удивлением узнавал что оказывается в размерности москвича могли существовать автомобили с задним расположением двигателя и которые выглядели весьма импозантно весьма привлекательно не то что ушастый запорожец герой многих анекдотов но какой прок от заманчивых картинок недоступных машины виде тока до зуб не имет что оставалось оставался только мотоцикл ява ох уж эта темно-красная ява символ скромного советского благополучия предел мечтаний для великого множества граждан мужского пола за неполные 40 лет в ссср было поставлено 2 миллиона 200 тысяч этих мотоциклов и все равно они всегда оставались в дефиците коляске явы контрабандист неудачник кеша казадоев вывозил на рыбалку семена семеновича горбункова крылатая фраза хулигана из фильма прощайте голуби накрепко вошла в обиход советских мотоциклистов и вот что интересно журнал мотор review давал моты любителям реальные технологические советы как перебрать амортизатор или увеличить мощность мотора получается что чешские товарищи были заинтересованы в расширении советского рынка сбыта какие были идеи какие планы с прилавка в союз печати журнал исчез в конце 80-х годов когда собственно прекратила существование и само государство чехословакия еще немного про мотоциклы среди стран восточной европы приоритет в этом классе транспортных средств принадлежал германской демократической республики по крайней мере в количественном исчислении но мотоциклы с гдр в советский союз практически не поставлялись да и другие виды немецкой автотехники закупались умеренно при послевоенном разделе германии в восточной зоне оказались сильно пострадавшие автозаводы не готовые к выпуску современных изделий чуть ли не единственное исключение автомобиль высшего класса саксин ринг п-240 носивший на капоте довоенную эмблему уже не существующие фирмы хорьх гдр автоиндустрия отсеченные от своего западного прародителя сильно ему проигрывала с каждым годом этот разрыв увеличивался тем не менее машины из восточной германии в ссср пришлись ко двору советский союз закупал в ограниченных количествах грузовики робур в основном они трудились в торговом секторе доставляя в магазины различные товары более рослые мощные и фа дубль в 50 обеспечивали жилищное строительство в регионах например в тульской и ленинградской областях коммунальные машинки мультикар появились в ссср перед московской олимпиадой сейчас в россии их уже не сыщешь а вот в бывших странах народной демократии мультикары продолжают трудиться попыхивая не экологичным выхлопом все импортные машины приходившие в союз подвергались строгой ревизии началось это с грузовых автомобилей и фа например на тверовская они проходили и антикоррозионные всевозможные испытания по ним делали заключение рекомендации зачастую наши конструкторы даже рекомендовали пригласить специалистов допустим из гдр чтобы совместно продолжить испытания общение с автотехникой стран соцлагеря наводила на размышления например в грузовиках вдруг появлялась сиденья подрессорены и так далее какие такие мелкие конструкторские элементы у нас это на грузовике вроде и незачем оказывается для того чтобы водитель удобно было ездить можно сделать хорошее кресло эргономическое да ребята демократы были мастерами на разную удобную мелочевку будь то привод открывания форточки или маскирование горловины бензобака под заводскую эмблему но автомобиль это не только изящный крючок для одежды вот кадры из архива дмитровского автополигона польские жуки и нысы испытывают на опрокидывание да тут есть над чем поработать а это трабант траби машина ставшие в начале 90-х годов символом воссоединение германии на трабе подтрунивали и даже открыто издевались а потом вдруг поняли это национальное наследие которое следует сохранить трабант в ссср никогда не продавался но его связь со страной советов была более чем плотная кузовные панели трабантов формировались из композитных материалов на основе формальдегидных смол наполнителем для них служил хлопковый очоз побочный продукт производства хлопчатобумажных тканей эта технология была внедрена еще в середине 50-х годов на модели по 50 затем пришла на более совершенную микролитражку с индексом 601 кстати трабант в переводе с немецкого спутник название появилось в 1957 году после полета первого советского сателлита планеты земля вот вам небылица про траби дескать у этой таратайки имелся цепной привод лишь на одно колесо как у инвалидной мотоколяске в браке передние колеса вращались парой полуосей шарнирами осцепление под заказ можно было поставить автоматическое нынче немецкие товарищи холят и лелеют свои трабанты сдабривая их различными опциями и переформатируя футуристические арт-объекты вардбург его ранние версии 311 и 312 были известны в ссср лишь по иллюстрациям переводных гдр-овских журналов зато более поздняя модель вардбург 353 стала донором для нашего москвича нет свое слабенькое трехцилиндровое сердце мотор вардбург ему не отдал а вот фары от немецкой машины ставились на отечественные модели 412 и 2140 но что тут поделать не умели тогда в стране советов делать стильную прямоугольную оптику головного света еще один исторический автомобиль производства гдр микроавтобус баркас b1000 и швец и жнец и бортовой грузовик и микроавтобус а под капотом всего лишь двухтактный воздушник мощностью 45 лошадей спрос на подержанные баркасы резко возрос с началом вывода советских войск из стран варшавского договора эшелоны с военной техникой следовали по железным дорогам по шоссе тянулись караваны автомобилей нагруженных домашним скарбом офицерских семей где-то за два за три месяца до отъезда те спреблил эту машину где-то наверное за 300 долларов за очень дешево потому что уже полгода был без работы грубо говоря к этому времени и вот мы поехали обратно ссср тогда еще машина была голубенькая с белой крышей внутри стояла полуторная кровать на окнах висела тюль и вообще она из себя представляла такой домик на колесах где можно было поспать дорога домой оказалась трудной наивно было бы ожидать от машины за 300 долларов высокой надежности первая поломка у нас случилась где-то в окрестностях бурно чешского города вот тогда мы очень долго мы стояли в поле ловили какие-то машины просили подвезти нас две недели пути были насыщены ремонтами поисками бензина еды и мест для ночлега развязка наступила километрах в ста от москвы машина окончательно сломалась нас согласился дотянуть какой-то камаз самосвал огромный чадящий гарью и он нас дать ну где-то до садового кольца мне как ребенку вот это путешествие из чехословакии в ссср очень запомнилось было очень интересно прям было действительно настоящее приключение ну конечно мои родители так не считали для моих родителей это был ад и каторгов мы увлеклись темой импорта позабыв про экспорт а ведь он минимум в трое превышал закупки автотехники из чехии венгрии польши и гдр армии стран варшавского договора как известно снабжались советской техникой уралами и кразами уазами но не хочется повторять банальные истины лучше показать нечто нетривиальное блаулихт музеум в переводе музей синих мигалок скорее это все-таки не музей а тесноватые хранилище спецавтомобилей с видеокамерой тут не развернуться бок о бок стоят волги жигули и не вы служившие в народной полиции гдр по мнению немецких товарищей советские машины лучше подходили для работы в силовых структурах чем их собственные в артбурге и трабанг по нашей просьбе одну из машин вывели на свет божий она вполне исправна и готова к выполнению служебных обязанностей работают проблесковые маячки завывает сирена идеально сохранилась боевая раскраска надписи эмблемы номера 24 волга бодро прокатилась по сельским дорожкам сверкая синими огоньками а вот звук спецсигнала мы подложили при монтаже а то бы к нам тут же подъехали настоящие полицейские на предмет выяснения причин шума было приятно видеть среди немецких лесов и полей прекрасно сохраненные советские автомобили впрочем здесь на фестивале социалистических холл таймеров не было деление на наши и ваши машины главное никаких острых дискуссий лозунги политика это одна сторона жизни и ежедневная жизнь вот простых людей это вторая сторона многие из этих автомобилей еще недавно являлись грудами металлолома но в последнее время реставрация автостарины стала поистине хобби международного масштаба это увлечение объединило тысячи людей разных профессий возрастов и наций прошли некоторые годы и узнали люди что они к сожалению выбрасывали куски своей собственной истории люди совпадают один к другому через технику потому что я считаю и я соглашаюсь с нашими друзьями что сама техника соединяет людей если они как мы попали в любовь техника тогда техника соединяет и и как вы видите за моей спиной стоит один образец такой техники да москвич 408 своим ходом прибывший из подмосковного подольска тот самый что снимался в бриллиантовой руке ладно пусть не тот же а точно такой в конце концов так ли это важно символично что на бывшей военной базе появилась мирная советская малолитражка вскоре она займет место рядом со шкодами баркасами и жуками воистину техника сближает людей если конечно эта техника не несет на себя ракеты пулеметы и пушки хотя можно и с пушкой только пусть она не стреляет а на броне боевой машины восседает беззаботная ребятня а а